Доброе раннее утро, други мои! Продолжаем катать Евротрак Симулятор 2 версии 1.43. С вами Олег Драйвер. Давай в дорогу. Что у нас сегодня происходит и где я нахожусь? Нахожусь я в Финляндии, город Равниеми. Здесь я закончил свой предыдущий рейс вчера и пораньше лег отдыхать. Сейчас 3 часа утра, начало четвертого. Ну что, ставим чаек, кофеек, пару бутеров и смотрим, что у нас по грузам. Пока кофеек попиваем, пока завтракаем и надо отправляться в дорогу. Так, ну я позавтракал. Какие-то облака собираются. Да вроде не обещали дождя. Вчера обещали дождя, дождичка. Местами тут что-то не было ничего. Так, все, я готов к труду и оброне. Все готово. Приятной поездки. Так, сейчас нам надо назад выезжать. Не удобное место вот это для парковки. Блин, хоть застрелись, а. Так, ставьте, ставьте. Близенько-то наоборот. Не надо, надо чуть-чуть к забору-то ближе подойти. Так, тихо-тихо, не настолько близко-то заборок там. Ломать-то не надо. Сейчас по бордюр опять проскачем. Так. Так, знак на этот раз не снес. Это в предыдущий раз своротил нахрен его все-таки. Нет, на этот раз более удачно вышел. Так, секундочку, навигация. Что у нас показывает? Куда мы за грузом-то идем? Так, ага, и надо спуститься чутка на юг, сюда. Рейс, я думаю, интересный будет. Я думаю, рейс будет интересный-интересный. Поэтому что поедем на север. Да еб. Так, ох, елышки, матрешки тут. Трафик это тут добавилось. Нового маршрута. Поверните налево. Ну давай ты проезжай-то, еб твою, деньги налево, а. Так, так, пропускает. Хорошо. 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 Так, все, погнали, 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 работаем. Детим пустырем можно. Так, там направо надо бы что-нибудь ходить. Так, надо чуть-чуть оторваться нам от коллеги. Держитесь, Леви, зачем поверните налево? Да чтоб тебя! Да, блядь, не сюда. Что ты? Поверните налево. Замельтешил туда-сюда, засуетился. Да. Поверните налево. Поверните налево. Так, что нам сейчас? Пряменько-пряменько надо. Приготовьтесь к повороту направо. Ты всегда готов. Поверните налево. Так, еще направо. На кольце первый съезд. Летние белые ночи. Солнце вообще, в этих широтах вообще солнце не садится. Ну, я чел у себя в траке, в штурочку зашел. Шторил и... И мне замечательно. И мне хорошо. Так, спешим-спешим за грузом. Ребята, едики. Какую железо не отходя от кассы. Ох. Поворот какой. М. Так, перебор со скоростью. Аккуратно. Ты в чужой стране. Так что... Ух, какая гладь-то ты смотри, а. С утра-то вообще ветерка нету. Полнейший штиль. Так, груз получу и назад поеду. Сейчас я еду. Сейчас я на юг еду. Да. Груз забираем и назад вертаемся на север. Погнали. Ух, ё-о-о. Опереди сколько у вас тут скопилось-то, а. И обгонять нельзя. Да вы тут и разогнали сейчас. Вспотеешь вас обгонять. Вон, попёрли колонной. Прикольно было бы тут можно из ботов колонны собирать, да. То есть не онлайн там с друзьями кататься там. Но это тоже интересно. Я не спорю там с друзьями прокатиться, да. Колонну, собрать конвой. А из ботов сколько, допустим, грузовиков, к примеру, да. Либо в рандомном порядке предлагается колонна, допустим, да, конвой из каких-то грузовиков, да. Присоединяйтесь, не присоединяйтесь. Либо на своём траке, либо компани-драйвером поедешь. То есть нужно и дистанцию нужно держать. Поверните направо. И дистанцию держать, и груз в целости довести, и не потеряться. Приехали на выкладку. Ну, это ферма. Там, по-моему, сухое молоко повезёт. Сейчас зачекинемся. Так, где наше сухое молоко? Як, як. 18 тонн. Так, почти 190 тысяч. Так, 190 тысяч, грубо говоря. 190, да. Посмотрим, сколько с нас возьмут за эту переправу. Так, стоимость переправы 108 тысяч. Охренеть. И мне за работу-то что там останется? Меньше 80... Меньше 90 тысяч. Меньше 80 тысяч мне за работу. Да. Да, поехали. Я давно хотел сюда скататься. Интересно. Всё, погнали. Пофиг. То, сколько смотрел, смотрел, блин. Ни хрена вообще. Ничего подобного. Так, секунду. Так, где у нас где-то там? Справа надо объезжать. Так, а сейчас чуть-чуть вперёд. За это здание, походу, да? Так, сюда, походу, где-то направо. Так, надо сейчас... Ага. Ага, сейчас вот сюда встаем рядом с Рефом. Ага. Сейчас вот сюда встаем рядом с Рефом. Здесь аккуратненько, не спеша, лишних движений не делаем. Тихонечко выравниваем. Тихонечко выравниваем. Если что, лучше чуть-чуть вперёд, допустим, протянуть, выровняться нормально. Отличненько. Отличненько. Так, я так понимаю, у нас будет боковая справа загрузка. Ну ладно. Так, времечко у нас 5.28, пошли расшториваться. Ну всё, как бы, расшторился, всё, у нас уже грузит, все дела. Ну и что, нормальненько. Меньше чем за час меня закидали. Вообще красота. Теперь смотрим, что у нас там. Интересно. Сначала загрузился, да, такой. Так, сухое молоко у нас. 18.5 тонн. Так, сегодня среда 6.11, а нас ждут в воскресенье. Ну, прилично так-то. По морюшку прилично идти. Прилично, прилично, ну, поехали. Поехали, друг мой. Поехали. Так, сухопутная. Ну да. Так, сегодня среда. Так, ну сегодня это до хрена пройти. Я не знаю, сколько у меня получится. Если сегодня к концу дня, если я успею дойти до парома, это будет отлично. Да, как получится. Ладно, всё, с Богом давай. Начинаем движение. Поехали на далёкие севера. От норвежской территории, норвежский остров. Груз не особо тяжёлый, так, средненько. Приготовьтесь к повороту налево. Поверните налево. Каза, 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 каза. Всё, поехали в добрый путь. Так. Ну, обед, как всегда, где повезёт. Часов в 10, в 11. Там будет видно. Я, походу, ещё в этом рейсе на северах-то снежок зацеплю, наверное. Ну, и здесь по ночам, как бы, хоть и лето, но ни хрена тут не жарко-то. В этих широтах Финляндии-то. Сейчас ещё севернее, пойду, так, там свежечок. Ну, не то, что холодно, но... Ну, не то, что холодно. Ну, и, этих широротах он не только 역ален, так я же не сказал по сцепке ничего голова у нас масс 54 48 412 лошадиных сил ярославских дизель евро 4 и 16 коробка zf не скажу что идеально этот татам работает но нормально бывали варианты и похуже и притом неважно что там отечестве какой-то грузовик там или или зарубежный так и сцепка у нас полуприцеп итальянские виберти немного короче чем стандартный европейский 13 метровый в этом где-то метр 12 или европа 13 с половиной где-то так но не меньше то точно этот покороче немножко виберти выпускают разные полуприцепа там бортовые и шторные платформы у них есть и обычной стандартной европейской длины так что мы тут как сейчас идем но слева там трубы дымили сейчас по ходу из-за дефицита газа европа перешла на уголь сами виноваты нефига было козлячить сейчас по северному потоку один только одна турбина сименс работает до 20 процентов общей мощности получили чё хотели это надо быть идиотами этот лет вот это дурдом были какой-то трудом вот представляешь у меня есть мое хозяйство до к примеру да вот фермерская тогда двигайтесь прямо а сосед соседней фермы оставляет мне воду на мои фермерские хозяйства данных соусы у него есть вот я с него рассорился из-за каких-то там проблем таких вот надуманных поссорился с ним подал на него в суд в суд выиграл и тут снизил мощность насосов водяных и мне стало меньше доставаться воды одну не только мне и другим хозяйством которым он поставлял до из-за этого цена на воду вы выросла я теперь тип терплю не убытки и дефицит воды вот вот это сука вот то что сейчас европа делает это то же самое они ввели под санкции трубины сименс которые качают которые качают газ по трубопроводу северный поток 1 а их же нужно обслуживать а из-за санкций сименс не может их обслуживать санкциями запрещено ему обслуживать наши трубины капец а из-за этого все падение мощности ограничение перекачки и как следствие цена выросла уже за две с половиной тысячи долларов за тысячу кубометров ебнуться можно вот сами себе подстреляли все уже ноги в брошку выстрелили дашь когда-то если конкретно там по застрелились уже все когда же вы поймете что себе же хуже делаете против нас вводят санкции так вот для вас газ качаем для вас нужны себе его качаем я понимаю бы допустим вы бы ввели санкции против россии и мы из-за того что не можем обслуживать сименс из-за того что не обслуживают трубины эти которые у нас стоят а мы себе хуже сделаем и свой газ не сможем для себя же допустим прокачивать все вот это я понимаю действенные санкции были вода а кто ж так вводит такие санкции которые себе же и по ногам попадают и по башке и по мозгам двигаетесь прямо вот на фоне вот этой херни когда появится уже нормальные политики и в америки и в европе никто не говорит что надо идти и обниматься с нами надо просто здраво мыслить обниматься целоваться с нами не надо нахер вы нам нужны обнимайтесь там своей нетрадиционной европе сами с собой но уметь договариваться это надо вы своими действиями с этой украины блин задолбали уже угроза нашей национальной безопасности а как мы еще должны были поступить так если еще до конфликта в донбассе до 14 года вы уже активно перевооружали двигайтесь прямо украину натовские инструктора переобучали украинскую армию по образу и подобие натовским стандартам приучали а потом мы еще и виноваты оказались вообще молодцы так ну-ка дайка навигацию глянем что я разогнался навигащим навигащим ты не глянул ях мы поедем ну ладно здесь у меня не открыто кадровый агентство давай проедем направо ладно согласен а тут наверно еще один одностороннее движение сейчас будет очень даже может быть ну здесь все пряменько-пряменько во-во-во-во-во-во-во-во тут красота-то какая на пота ну давай крючочек добавнем сюда плюс-минус километра какая разница так и поехали поехали в лес за орехами ну и здесь пару-треку километров да тут походу мне снежочек цепанет чуть-чуть приятной поездки ой да спасибо спасибо на кольце первый съезд вот ты что-то бою дивизию сейчас съедьте нет ни одностороннее обычная движуха там была ну дригация повелась сюда ладно заодно кадровый откроем сейчас двигайтесь прямо обнаружили я не знаю в этой реальной экономике стоит не стоит мне вообще устраивать такую же тему как по богатому профилю сейчас съедьте покупать кучу машин грузовиков тем более я думал сначала может быть здесь может быть стоило бы понабрать европейских грузовиков но самых мощных вариантов самых таких вот в красивых вариантов понаделась но только у меня такие мощные самые красивые грузовики в богатом профиле зачем здесь сделать то же самое здесь я в этом профиле делаю акцент на на тест драйв модов прицепов что-то интересное стараюсь найти модов грузовиков но мода прицепа я нисколько постольку а как бы хотелось в данном случае почему я виберти взял базовский прицеп который в парочке предыдущих серий у меня был да он маленько подкосяченный был посмотрите сами там в одном из видео в начале как я на этот масс сел эту сцепку взял в следующем видео после того как я сцепку взял груз я показываю в чем косяк в чем в чем проблема с тем прицепом мне как бы такая тема не нравится я оставил это видео не стал убирать поскольку одно уже видео было записано опубликовано сразу этот прицеп не проверил в целом он неплох но такие косяки как несовместимая тень под траком тени по колесам несовместима это я считаю на мой взгляд это недопустимо нет конечно можно ездить на чем угодно хоть там с какими тенями и прочими там просветами и лагами и багами там и прочее 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 но для меня это не интересно нахрен вам показывать косячные грузовики косячные моды прицепов каких-то когда есть нормальные моды вообще я сторонник не устанавливать в собственность какие-то моды прицепов и не особо люблю покупать прицепы себе вообще в собственность их великое множество и их разнообразие увеличивается в богатом профиле да я в гараже покупаю прицепы но это все неспешно идет это все так постепенно все так аккуратно но там другая тема совсем давно там не катался надо бы покататься слушая но я в америку давно не ходил наверно сделаю перекур я думаю наверно стоит покататься по америке и потом уже осенью вернуться в европу если с гобой не удастся не удастся связаться как-то через электронку с ним связываюсь хочу купить обновление для 1.38 на себе редакция 8 по моему для 1.38 и хотелось бы конечно продолжить там покатать но если пока не получится что там как-то не отвечает в электронке тогда я думаю тогда я думаю ехать в америку немного там поработать и потом вернусь уже в европу уже осенью поставить мод ранняя осень там максимально там какая у меня версия потом 1.45 или там еще там какая там у меня нет модовых грузовиков нет модовых прицепов там еще там что-то надо кстати посмотреть стоят ли там модовые грузы если что поубирать их и поставить ту версию на которую максимально я обновлюсь в богатом профиле поставить уже модовые груза там все таки они разнообразие какое-то дают интересные более интересно с ними кататься ну как говорится будем посмотреть будем посмотреть вот там в богатом профиле я покупаю прицепы последняя серия по богатому профилю это мне номер ее не помню там у меня красные овечка с низкой крышей век астралис и к нему я в собственность брала платформу тоже ярко-красного это было они продают чё хреново в гараже они там прям они там все перепутываются потому что один рейс допустим водитель которого посадил допустим на эту речку да он с этим прицепом скатил другой рейс он почему-то берет допустим в этом же гараже к примеру место и цистерна или и там допустим штора да он потом цистерну возьмет а другой водитель там поедет вообще с чужим прицепом то от компании и вот такая путаница происходит почему нельзя привязать скажем конкретно грузовик к этому прицепу вот сцепка все на ней ты работаешь нет блин все там перепуталась перевернулась на хрен это фигня стрёмная такая мне интересно так кстати 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 ну ка ну ка ну ка время то кстати уже обедушка так и на этом серии я эту закончу вот что-то знакомое я сюда по моему здесь кому такая здоровая здоровая такая большая площадка я с краешку тут начала по моему была эта тема тут и харчевня хорошая заправка тут по моему и харчевня нормальная давай-ка сейчас направо сейчас зародим на обед время уже как раз если не очень рано встал вот черный короненко погода отличная не облачко вопреки ожиданиям наоборот потеплело на улице сейчас ближе к обеду так уже 23 градуса расчет нового маршрута еще прям сюда можно заезжать да 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 это та самая площадка да развернусь мог как раз сейчас красавчик заправим тебя вычисление нового маршрута сейчас мы к тебе заправим так правым баком надо вставать вот сюда налево сейчас хорошо и вон туда встанет белые фури сейчас зальем полные баки там чё у нас реноха стоит сейчас туда к нему встанем развернемся аккуратно и рядышком к нему встану хотя не обязательно к нему ну в ту степь так так и чё у нас тут да вроде тут я на ночевку оставался везде сеть есть там что покушать сейчас нормально все не волнуйся как ты беспокоишься чтобы чтобы голодным не остаться да не нормально тут ну-ка надо там сходить посмотреть там вроде тоже что то есть что ли сейчас ладно посмотрим все прогуляемся время у меня полно могу вообще часа два перекур сделать как развернемся к нему встану но все сходи и и и и и и Изменение маршрута Места полно, вставай где хочешь Сейчас пройдемся, посмотрим, что у нас тут имеется Так, поглядим Ну что ж, друзья, всем спасибо Спасибо за просмотр, спасибо, что были со мной Оставляйте комментарии, оценивайте это видео Подписывайтесь на канал, бейте в колокол Чтобы быть в курсе выхода следующих новых видео Дальше будет только интересно Далеко не уходите И что, сидеть ждать, пока я запишу Следующее видео Ладно, всем пока-пока, увидимся До новых волнующих